Анастасия Курасова Так, всем привет! Мне вас не очень хорошо видно из-за света софитов, намного лучше видно ту часть. Поэтому простите, люди, справа, справа относительно меня, я на вас смотреть почти не буду. Так что можете заниматься своими делами. А вот левая часть на вас смотреть я буду. Итак, о чем я сегодня буду рассказывать? Вы заметили, что сегодня в основном треке так или иначе концентрируются на больших данных. Я сегодня попробую тоже дать некий такой обзорный с элементами небольшого погружения доклад о том, что можно сотворить Java Developer. Конечно, будут и мотивационные части, потому что я допускаю, что здесь, возможно, даже не все Java Developer, ну, как минимум в силу возрастных ограничений. И вы еще, возможно, о чем-то задумываетесь. Но для тех, для кого все решено намертво, и вы уже давно в Java, тем не менее, все равно возникают какие-то вопросы выбора. Итак, кто лично я и почему сегодня буду об этом рассказывать? Меня зовут Алексей Зиновьев. Сейчас я работаю Java-тренером в компании EPUM. До этого я занимался разработкой бэкэндов различных, которые использовались какие-то. Но и SQL-базы данных, Hadoop, Spark и прочие более древние предшественники под лицензией Apache. Также у меня есть небольшое количество исследовательских проектов, где я могу, несмотря на свое тренерство, продолжать развиться. Они так или иначе относятся к предсказанию пробок, хотя сегодня я их себе не смог хорошо предсказать. Machine Learning, конечно же, хотя в старину это называлось эконометрикой. И прочие-прочие вещи, когда мы не можем использовать классические алгоритмы на относительно больших объемах данных. Итак, погнали. Представьте себе, в какие-то старые прекрасные времена, вот я себе студенчество помню именно таким. Я не знаю, возможно, у вас все серьезно строже, но у меня это было совсем недавно, и было так. Вы сидите с какими-то своими друзьями, и вас совершенно не должна интересовать никакая Java, максимум сдачи каких-то зачетов. Но при этом в какой-то момент на вас нападает HR. Этот самый HR, он уже ищет не просто Java-девелопера или Python-девелопера, он ищет какого-то Big Data Java-девелопера или Hadoop-девелопера. Хотя, кто такой Hadoop-девелопер? Это человек, который разрабатывает сам Hadoop? Не совсем понятно здесь. Но, тем не менее, вы смотрите на эти вакансии и понимаете, что есть некоторый разрыв между желаемым и действительным. Ну, конечно же, вам говорят, что вы присоединитесь обязательно к такой Java-дрим-тим, который вы, конечно, начнете с уровня юных падаванов. Это вот этих вот недоростков, которые стоят снизу. Но потом обязательно вырастите до эльфов. Ну, если вырастить, то потом, конечно, сможете заменить специализацию. Ха-ха. Ну, вы приходите, такие полные своих идей, сейчас начнете все имплементировать. Наверняка многие учились на каких-то так или иначе околоматематических специальностях. У кого не было матана, можете поднять руки? Гусар-одиночка с мотором. Понятно. Ничего страшного. Ну, то есть у всех остальных что-то такое было. И, наверное, вас даже мотивировали как-то на тему, что ну вот это пригодится. Ну, не сами непрерывные функции, но что-нибудь подобное. Ну, в общем, вы со всем этим грузом знаний приходите на работу и понеслось. Но там вы встречаете, конечно же, кого-то, пока еще непонятно кого, я сохраню интригу, который говорит, слушай, молодой человек, у тебя ничего не выйдет. Он говорит, ты, значит, не пройдешь. Хотя, на самом деле, он оказывается твоим 30-летним темлидом. Откуда в нем этот песок, непонятно, но он как бы видел жизнь, и он пытается вас всячески развернуть. И вместо того, чтобы устремиться в край единорогов с какими-то классными бигдейт-алгоритмами, вы сидите и ковыряете бины. Ну, это реальность. Но, тем не менее, я хочу попытаться сегодня вам дать руки немножко знания и оружия, которые позволят этого 30-летнего темлида обойти. Если посмотреть на весь лендскейп, который лежит под покровом бигдейта, тут очень много всяких интересных штук, но, так или иначе, Java Developer, он обычно начинает с самого низа стека. Вот здесь вы можете видеть относительно, я думаю, знакомые слова. Это какие-то базы данных, это какие-то фреймворки, которые непосредственно работают с данными. Это все обычно покрывается. Если людям удается удачно написать продукт, они выставляют это наружу как сервис. Если совсем у них все хорошо и есть маркетолог, они начинают это продавать вообще как какую-нибудь интересную услугу или вообще предлагать услуги консультантов. Многие пытаются в университете начать Oracle с Oracle, потому что Oracle это круто, вроде там вертся какие-то деньги, начинают не с того. Ребята, вы все всегда успеете заняться Oracle, например, кому вам будет 50. Ну, то есть, когда вам уже будет лень программировать, консультировать, вы еще ого-го как смогете. Итак, когда вообще стоит, не знаю, направлять себя с прекрасного пути в фронтенд приложений и идти куда-то вглубь. Я ни в коем случае не осуждаю вас, если вы хотите использовать классные веб-фреймворки, там какие-нибудь Express.js и так далее, и вас немножко подташнивает от статической или строгой какой-нибудь типизации, это нормально. Я сейчас буду рассказывать о том, что делать, если у вас какие-то неявные внутренние позывы к чему-то другому. В первую очередь, если вас по какой-то причине влекут какие-то данные, которые так или иначе относятся к поведению пользователя. Во-первых, это все, что связано с его деятельностью в интернете, но не обязательно. Например, это могут быть какие-нибудь данные с фитнес-трекеров или с акселерометров, которые где-то как-то агрегируются, собираются. И делать по ним скучные отчеты, типа все пользователи, которые встали в 8 утра в Северной Каролине, это, конечно, очень забавно, но нифига бизнесу не нужно. Это, конечно же, ад-таргетинг. Все началось с этих хук, которые нам всем наложили в браузер, но это же все не просто так. Вы там посидели, там посидели, одно приложение положило вам куки, другое. Вы вроде бы разрознены, даже в режиме инкогнито, и даже в разных браузерах, и в разных частях цвета смотрите одно и то же видео, ну или разное видео. Но, тем не менее, вся эта информация благодаря кукам, матчингу кук может стягиваться в некий профиль у вас. Этих кусочков может быть много. Они не кладутся в некую плоскую определенную структуру. Она будет довольно такая бессистемная, бессиструктурная. Как минимум, потому что у нас разных поставщиков данных. Но вот если вас по какой-то причине влечет собирать о людях и узнавать что-то чуть-чуть больше, то это вот сюда, это к нашу епархию. Это вычисление трендов. Как по коротким 140-снимвольным постам, как и более серьезному контенту. Это может быть тренд в покупке товаров и так далее. Рекомендации. Я думаю, все недовольны текущими сервисами рекомендаций, как от музыки, так и кино. Все помнят нашумевшую историю с кино. Да, да, да. И, конечно же, это предсказание вообще. Предсказание, я чуть попозже поговорю, о каких именно задачах идет речь. И, да, конечно же, отчеты. Вот это сверху все классно, но если вас по какой-то причине не прет и не тащит от вот этих вот отчетов с колоночками и фильтрами, вам будет тяжеловато в этом мире, потому что отчетность будет занимать так или иначе значительную часть периода. Либо вы будете разрабатывать отчеты, либо вы их, не дай бог, будете делать в Excel. Какую-то часть времени, чтобы доказать, что вам нужно что-то разрабатывать. Например, эти же самые отчеты. Это реальная часть, и она сильно отличается от людей, которые, например, пишут мультиплееры для каких-то игрушек. Ну, то есть им почти не приходится писать отчеты, господи. Итак, начнем с самого низу. Но сиквел. Я не буду слишком подробно об этом говорить, но мне очень нравится эта картинка, которая представляет типа некоторую эволюцию. Вот есть эти примитивные KVLU-хранилища, хотя многие наверняка, когда делали какой-нибудь свой сайт, и кешировали что-нибудь, использовали какой-нибудь мейпкэш, это было типичное ваше KVLU-хранилище. Просто вы не смотрели на него, наверное, как на базу данных, а просто как на штуку, которую можно что-то запихать и забрать. И это все как бы типа усложняется, и SQL вроде как венец творения. Но как-то так вышло, что исторически SQL тот самый человек, который породил других обезьян. То есть именно сложность этого человека заставила различных производителей, скажем так, отобрать у него сначала интеллект, потом отобрать, например, лишние орудия труда, а у кого-то даже ноги. Ну то есть и получились базы данных. Я вот сейчас хочу показать вам список. Я допускаю, что вы с ними не работали, но вдруг тут сидят люди, которые все это знают. Просто представьте у себя мысленно в голове, а какие модели данных вообще используются в этих базах данных. Потому что очень часто приходится думать именно об этом. Вот когда мы начинаем с самого низа, мы должны думать о том, вот у нас есть какие-то данные, мы можем их представить так, можем по колоночкам разложить, можем в KVLU виде представить, можем в граф запихать. Ну, я не буду вас сильно томить, я примерно покажу. То есть, например, Cassandra HBase, это Column Family, очень похоже на SQL, но некоторых вещей там не хватает, в том числе join-ов. Это Neo4j, который многие называют на SQL базой данных, но она очень сильно выбивается из его семейства. Это, например, это не значит, что это какая-то крутая база данных, я просто ее как вот какую-то малоизвестную на самом деле запихал. База, которую нельзя называть. Но чем хорошо? Та же Java предлагает вам очень клевый подход, в отличие от многих языков, где для каждой базы данных свой драйвер. У нас есть Spring. Spring, он позволяет закрыть очень много вопросов, и в принципе вы можете со всеми вышеперечисленными вещами так или иначе работать через Spring Data. Если вам, конечно, хочется залезть внутрь, тюнить базы данных, вы такой типа DBA программер, оставайтесь на этом уровне, это классное занятие, но вы, скорее всего, тогда уже DevOps инженер, а не Java программист. Если вы Java программист, и у вас есть какой-то Spring в приложении, он так или иначе у вас появляется, то, скорее всего, вам нужно как-то унифицировать обращение со всеми этими источниками. Если мы перейдем дальше, предположим, вы захотели вырваться даже из этого удушающего мира Spring, вам не хочется это использовать в своих приложениях, есть вроде бы такая интересная веточка под названием Hadoop. Обычно все это представляют, даже те, кто с ним особо не работали, это некая такая большая фиговина, в которую пихаешь данные, она там что-то с ними делает такое прекрасное, но, правда, как вы помните, все эти боевые слоны были не самым эффективным оружием, конечно, всегда. Их можно было и накоренить, и вполне себе перехватить. И Hadoop тоже штука довольно сложная и капризная на самом деле. Если вы идете по этой дорожке, то вы будете много иметь дела с такими вещами, там, в конце концов, вам могут лезть ошибки, там, связанные с класс-лоудингом, например, или с какими-то типами, которых вы не видели в Java, с какими-то кривыми вещами в форматах данных вы станете там королями парсеров. Если вам реально нравится парсить, то вот это вот примерно сюда, на низкий уровень. Если говорить непосредственно о Hadoop, то вообще-то можно было как-то людям обходиться и раньше без него. Ведь были не какие-то не супербольшие данные, но какие-то средние данные всегда были, люди как-то с ними работали. И здесь заключалось в следующем. Вам нужно было еще в ту эпоху, когда были одноядерные процессоры, все равно так или иначе разложить данные на какие-то таски, поработать с ними. Возможно, нам в какой-то ситуации даже не все таски, не все кусочки данных нужно обрабатывать, в зависимости от какого-то ответа, который мы найдем. И вот этот вот на самом деле фреймворк, такой весь многопоточный, который делит по кусочкам, теперь в нашем текущем состоянии, раскладывает по разным машинам, все это вместе собирает. Такие попытки написать были неоднократно, и разные компании это делали, но так сложилось исторически, что в конце нулевых Hadoop, вот он вышел на сцену, его, точнее, выкинули, можно сказать, в сообщество Apache, и потом под этой лицензией натворили очень много интересных дел. То есть, конечно, там только Hadoop и теперь внутренняя платформа YAR, на которой все это реализовано, не исчерпывается. Но подход, то есть divide and conquer, он сохраняется. Если вам нравились алгоритмы вот в таком духе, то это вот, вы очень легко поймете эту концепцию. Если проиллюстрировать простейший пример, который есть тоже во всех учебниках, в которых вы начинаете с Hadoop работать, это word count. Но что на самом деле происходит? Вот у нас есть какие-то строчки, например, вот вы видите у меня там олень-пиво-река, машина-машина-река и олень-машина-пиво. Но не суть. Суть в том, что у нас есть, например, некоторый, предположим, довольно большой последовательный файл, и мы хотим его разделить на некоторые кусочки. Например, по строкам. Но не обязательно. Мы можем на какие-то большие чанки делить и так далее. Потом мы занимаемся следующей вещью. Мы пытаемся написать свою, симплементировать интересную функцию, которая замапит вот эти вот наши пока еще сырые данные, превратит их в некоторые пары ключ-значения. Это самая первая стадия. Потом иногда, если имеет смысл, можно выполнить промежуточную предагрегацию и чуть-чуть соседних, близко лежащих, там, не знаю, может быть в одном дата-центре или еще, как-то посортировать данные, потасовать, сложить их вместе. Эта стадия может называться шафлинг. И там еще есть несколько таких необязательных стадий, которых, например, не было в самой первой классической статье имплементации MyPrevious. Но люди что-то оптимизировали, добавляли. И потом происходит непосредственно агрегация. Это ступень Reducing. И вот, тадам, у нас есть Final Result. То есть у нас известно, сколько у нас пив встретилось, машин, олени и рек. Все бы здорово, только если мы хотим делать что-то намного более серьезное, мы не ограничимся написанием одной MapReduce Job. Но как это все примерно выглядит, когда мы переходим на уровень сервисов? То есть у нас есть, скажем так, некоторая стартовая точка, которая управляет всем этим делом. Она понимает, какие данные нужно куда раздать, ну, по законам, которые описали вы сами. Собирает некий контейнер из, например, первых MapTask или MapShogов, которые должны выполниться, и дальше производит некоторые действия. На каждой отдельной ноде, каждый отдельный сервис этим всем делом занимается. Причем в этой парадигме мы не пихаем все время наши данные через сеть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Мы пытаемся доставить наш код к данным, которые мы хотим обрабатывать. То есть перекинуть таску на ту машину, где все это должно вычислиться. Конечно, мир не идеален, и так не всегда получается, но идея примерно следующая. Если же говорить непосредственно про само написание, конечно, MapReduceJob, не сказать, что это слишком увлекательное занятие. То есть вы имеете некоторые стандартные интерфейсы, слегка видоизмененный набор типов Java. Там нет стандартных string, там нет совсем стандартных integer, но есть очень похожие типы, которые исходны по названию, немножко по-другому имплементированы внутри. Поэтому, к сожалению, вы не можете применить какие-то свои познания в оптимизации строк, работая непосредственно с этим фреймворком. Вы разворачиваете стандартный каркас, переопределяете несколько методов, это для каждой джоба, например, MapReduce функцию, и потом, как в старые добрые времена, есть поклонники конфигурирования всего и вся именно в Java коде, как, например, в Android тоже можно, да, вроде layout и делать Java, но особо никто не делает. Но, тем не менее, вот здесь как-то вот так исторически сложилось, что изначально многие любили это все конфигурировать в Java коде, сейчас уже меньше, и вы такую создаете конфигурацию, начинаете класть туда всякие параметры. И эти параметры, они довольно низкоуровневые, то есть вполне себе вы должны сначала рассказать вообще, какие классы вы хотите загрузить в эту шейтан машину, но в том числе, возможно, вы хотите сослаться на какой-то конфигурационный файл с настройками jvm и так далее и тому подобное. То есть вот такого рода вещи, это довольно низкоуровневая работа. Если говорить за всю Apache Hadoop экосистему, то это вот такой слон, которого нужно жрать по кусочку. Причем, если вы изучите только Hadoop, вы будете, ну, хороши, но вас будут использованы только как Java программисты. Если вы ступите немножко в сторону, вот там вырезку, ляжку или ножку, то вас сразу начнут продвигать и использовать как человека, который что-то может настроить. Безусловно, в современном мире очень легко скачать уже полностью настроенный Hadoop дистрибутив, который будет, в принципе, протестирован и безбажен, но по какой-то причине люди не всегда там используют стандартную Клаудеру и так далее. Если говорить за все эти Hadoop фреймворки, то их можно разделить на следующие классы. У нас есть универсальные, они довольно низкоуровневые. Как MapReduce, подход его имплементации в Hadoop, так и сам Spark, это довольно низкий уровень. То есть вы пишете сами детально, какие данные вы загружаете, куда, возможно, какие классы вы будете использовать. Есть довольно абстрактные, то есть мы поднимаемся на уровень выше и смотрим на все это дело как pipeline. Причем новый API в Spark, он в принципе сближается с pipeline-подходом, который был в пиге. Другое дело, что там вы, правда, пишете Java код, а в пиг не совсем. Есть SQL-like подходы, это Hive, Impala, Spark и SQL, теперь до этого когда-то был Shark. Это штуки для процессинга графов, безусловно, и библиотеки для Machine Learning. Их несколько больше, чем я здесь указал в скобочке, но это, пожалуй, самые основные. Также немножко выделяется стрим-процессинг. Это вот та отрасль, на которой немножко поднялись питон-программисты, которые обнаружили, что можно в ходу плазить из питона и писать всякий стримовский процессинг. Но там быстро начались затыки, в том числе в питоновских клиентах, поэтому сейчас это как-то не шатковалка. Если говорить непосредственно с написанием о придешь, джоб, то, конечно, для меня это всегда было отковырянием мертвого слона. Этим вас, конечно, будут мучить, как только вы начнете свою работу, проверить ваши знания и так далее. Но просто проверить, что вы понимаете, что здесь происходит, и дальше мучить не будут, потому что в реале, когда бизнесу нужно завтра получать ответ, никто не будет ждать, пока вы отладите вот эту огромную цепочку. Вас попросят делать что-нибудь другое. Вас попросят делать, в конце концов, отчеты. Чем можно делать отчеты и вообще доставать какие-нибудь данные из данных, которые уже вертся в ходу к кластера? Это Hive, и он абсолютно SQL-подобен, ну разве что вы не можете там функции вашего любимого диалекта SQL может быть там найти. Там вполне хороший набор функций, в том числе работающих с датой. Единственное отличие, что, конечно, если вы вызовете, например, у себя такие как бы из такого драйвера подобного объекта некоторый запрос Hive, вы захотите его так дождаться, он вполне может выполняться 30 секунд, минуту, 50 минут, в зависимости от вашего кластера и сложности этого запроса. То есть вы уже не получите такой легкости бытия, когда вы писали такой вот строчка за строчкой последовательный Java код. Здесь просто невозможно повторить вот этот вот стиль программирования. Если говорить про пик, он несколько на более низком уровне абстракции лежит. Здесь не очень может быть, хотя нет, довольно четкая фотография. Здесь, например, подсчитывается количество треугольников в некотором графе. И здесь такой степ-бай-степ скрипт, который говорит, вот загрузи данные, например, вот в эту, ну назовем ее коллекции, потом сделай с ней вот это, выгрузи сюда. И все время происходит некоторая перегрузка из одной коллекции в другую, из одной коллекции в другую. Ну визуально для нас. Мы как бы все время трансформируем наши исходные данные. И потом мы что-то с ними делаем. Печатаем на экран, или там, например, выгружаем снова файл или в базу данных. Основное отличие пига — это то, что в нем можно определять наши старые добрые любимые user-defined functions. И это вполне себе обычные java-функции, которые могут быть применены, например, к одному кортежу. Это обычный jarnic, который вы пишете там, единственное, наследуясь от пары классов и интерфейсов, но типа там вполне себе можно некоторые свои использовать. Ну не свои, а наши, jav-ные. И подкладываете его в специфическую директорию. В принципе, оно становится вполне себе, загружается класс-лоадером и становится видно внутри пига. Это, конечно же, for each. Я думаю, многим не хватало, когда вы пишете SQL-запрос полноценного for each, но особенно на MySQL. Это pipeline style, как я уже сказал, и очень легкая параллелизация. Если вернуться немножко назад, то вот здесь можно увидеть, например, секцию default-parallel. То есть мы, в принципе, можем вместо n подставить некоторое число. Если у нас есть некое сакральное знание, что у нас 20 нот, и мы хотим достигнуть коэффициента параллелизации, например, 10 или 20 по какой-то причине. Лучше 10. Не надо его делать таким равным количеству нот. Мы, в принципе, можем это выставить, и все. Можем распараллелить какие-то отдельные секции, если нужно. И мы дальше не слишком вообще паримся о том, что будет происходить. Почему? Почему мы не паримся? Потому что на самом деле, что происходит дальше с нашим пикскриптом? Наш пикскрипт попадает в такую шайтан-машину, пикэкзекьюшн-энджин, и она, в свою очередь, превращает это все в MapReduce джобы, причем в довольно длинную цепочку, немножечко, ну совсем чуть-чуть, что-то оптимизирует, и уже дальше по кластеру это раскладывается в ходу джобы. Причем это может быть отнюдь не так однозначно, как мы видим вот эти вот секции. То есть не то, что вот каждая секция в одну MapReduce джобы раскладывается. Вполне может быть не так. Некоторые могут быть соптимизированы, объединены, например, лод, фильтр и кусочек группировки, например, в первый маппер. Потом что-то в редюсер, как здесь показано. Так или иначе, у нас существует, после того, как мы написали скрипт, некоторый план этого скрипта. Его можно, как и план SQL-запроса, разобрать, по-своему разделить. У нас есть некоторое время тут, чтобы поиграться. Я не буду слишком подробно говорить о Spark'е по одной простой причине. Это довольно модный хот-топик для людей, которые уже относительно наелись каши во всем этом направлении. Но, скорее всего, вас завернут на работе, если вы будете хорошо только гонять скалу и Spark. То есть это будет здорово, но из-за большей абстракции Spark API может сложиться ощущение, что вы не до конца понимаете, что происходит внутри. Поэтому все же я, у вас еще все годы впереди, советую потратить лишние пару месяцев поковыряться с Хадупом. В чем конкретное отличие? На самом деле Spark вполне себе ранится на вершинке всего этого хозяйства. Его можно себе представить, как MapReduce, который сосредоточен только в памяти. То есть никаких нет непромежуточных выгрузок, сохранений и так далее. Обычная ходуповская инфраструктура предусматривает, что вот мы стартанули какую-то отжову, что-то пошло не так, или все даже пошло хорошо, мы сохранимся лучше лишний раз. Потом восстановимся. Если что-то пойдет не так, откатимся к какой-то точке. В этом плане Spark как бы лишает нас такой безопасности, и он становится похож на манипуляции чересчур в памяти. Но, тем не менее, можно найти в маркетологических проспектах утверждение, что у нас можно получить до 50, так сказать, до 50 ускорения. Но я сам получал на своих проектах 10-20 кратное. Возможно, что-то не до конца соптимизировало, или у меня наоборот был хорошо затюнен ходу. Но выигрыш можно получить и существенный, но не всегда скорость это то, что нужно. Также для поклонников, для любителей, так сказать, мутабельности, им понравится Spark с той стороны, что мы все время работаем с некоторой концепцией RDD. Это некоторая распределенная, причем от нас это абсолютно скрыто, коллекция объектов. И любое наше действие, оно производит какую-то новую коллекцию объектов или каким-то образом мы оставляем старую, она иногда затирается, мы получаем новую, эту новую хотим затрем, хотим как-то закешируем. И у нас получается такая цепочка преобразований. Но на каждом этаге мы получаем иммутабельную коллекцию. Кому-то это нравится, кому-то это нет, кому-то не нравится, потому что это жрет слишком много памяти. Но тем не менее типичное Spark-приложение выглядит немножко аккуратнее. То есть если приглядеться, вот у нас простой simple app, мы говорим, что вот нам есть какой-то там конфигурация, мы устанавливаем там именно наши аппликации, адрес, по которому мы хотим соединиться. Здесь пока все вроде так же, как в Hadoop. Но если вы посмотрите ниже, мы можем, инициализировав самый основной наш Spark-контекст объект, это вот входная точка, как и любой контекст, мы можем получить первую самую коллекцию Java RDD, логдейта, причем вот там сзади вызывается оператор кэш. Это если мы хотим, чтобы наша RDD-шка, она никуда не девалась. Мы хотим, чтобы она жила какой-то период, там, например, время жизни нашего приложения. Бывает так, что нам это не нужно, и мы хотим, чтобы они там утилизировались сразу, как мы оттуда ушли и сделали какое-то преобразование. Ну и определяем парочку операций, фильтр. Здесь, возможно, покажется несколько ригидным, потому что это не совсем свежая Java здесь. Ну, Spark-то сделали раньше, чем восьмую Java. Сейчас мы перейдем к такому топику. Вот если вам нравится то, что было до, но вы не любили Matan, то, возможно, вам будет очень четко спозиционировать себя в будущем. То есть хотите ли вы идти дальше в то, что называется Data Science, или вам нравится здесь, вам нравится настраивать кластера, вам нравится думать о файлах, форматах, вам нравится снимать какие-то перформанс-метрики. Такой более классический путь программиста с зачатками какого-то DevOps-инженера. В этой ситуации вам стоит остановиться здесь. Но если хочется копать больше, и какой-то математический бэкграунд является вашим шилом в заднице, вы, не дай бог, учились в аспирантуре или в магистратуре, ну, выбирали по какой-то причине, вам было это интересно и связано с данными, вы можете начать двигаться дальше. Но здесь есть несколько засадок, о которых я… Ой, простите, это же надо такой спойлер. Как мы себе представляем работу Data Scientist? Есть куча уже таких всяких постов, где типичный Data Scientist знает это, это получает столько-то. Причем получается столько-то, самая важная цифра. В реальности, конечно, отрасль относительно молодая, в смысле, если вы возьмете среднего первопрограммиста и какого-нибудь Data Scientist в Петербурге, то это будет примерно так. Человек, который вот сбежал с пар, не в обиду никому будет сказано, прошел курс на курсьере и вот что-то мутит. Вряд ли у него был уже продакшн какой-то, продакшн проект, на котором он уже применил свои знания. Скорее всего, это как-то вот разошлось. А возможно, еще никакого продакшн проекта и не было. Конечно, если у вас очень серьезное образование, как статистика, вам будут все рады, вам, скорее всего, уже просто в своей жизни интересно девелопить просто Java Code. Если вы там хорошо понимаете все вероятности, все распределения и понимаете, что такое один критерий, чем он отличается от другого, вам здесь будет довольно просто. Но, тем не менее, простая статистика, как мы знаем, вполне себе может обломаться, даже на таких вещах, как предсказание погоды. Предсказать погоду в Петербурге дело очень благодарное. У нас есть исторические данные за 150 лет. Но можно вполне себе потренировать и предсказать погоду в 917, основывающей на погоде в 916. И там попробовать подтянуть через какой-нибудь API какого-нибудь исторического сайта и другие фичи. Но порой оказывается, что эти фичи абсолютно не нужны. Второй тип задачи, это, конечно же, классификация. В том числе классификация изображений. Например, вам нужно отличить, например, диван от этого жирного чувака, который справа в углу. Все видят, что он в углу вот в этом, не справа в том углу. То есть наш мозг, он в принципе может, но он же тоже базируется на некоторых фичах, которые мы быстро вынимаем нашим зрением из description. На самом деле покажи, возможно, нашим предкам, которые в принципе могли не быть такого размера, они бы засомневались, что это такое. То есть мы вполне себе еще и обучаемся от поколения к поколению. Но проблема в том, что машина, конечно же, так уж просто отличить не может. Хорошо, что цвета разные. То есть мы можем в принципе базировать на фичах, связанных с цветами, отличать одних от других. Но если мужчина будет лежать на диване, ну и так далее. Ну на самом деле время для Java супергероев. Java супергероям тоже есть чем заняться в датамайнинге. Вполне себе используют Java библиотеки. Это вот те ситуации, когда до того, как вы начинаете открывать какие-то паттерны, но уже после того, как наигрались с кластером или у вас есть база данных, то есть все хорошо с источниками данных, все равно есть некоторые работы. Вполне она себе может быть такой реалтаймовской. И там нужно писать высокий производительный код. Это выборка кучи маленьких кусочков. Вы помните, я говорил обо всяких там профилях. Это там определение пропущенных значений по каким-то разным законам. Ну такая вот, то, что обычному data scientist кажется нудной подготовительной работой, это вот то, что на себя берет обычно Java программист. Кто здесь знает веку? Как мало людей. А вы ее как птицу знаете? Или как что-нибудь другое? Века — это такая древнючая на свинге написанная студия, но очень классная. Вы можете в ней как в песочнице поиграться с различными data mining алгоритмами, особенно если вы там вот как раз прослушали какой-то курс, что-то научились писать на R, и вы решили попробовать уже это в production. Но в production boys, но и главное, Java кода-то нет. Ну то есть не вызывать же R-пэккеджи, в конце концов, Java код. Вот можно поиграться… Ой-ой-ой, что-то у меня тут какая-то надпись, и не оттуда появилась. Может быть интересно поиграться в этой почти что visual студии для начинающего data scientist. Почему? Потому что все, во что вы наигрались, везде какие галочки понаставили, в принципе, можете получить готовую модель в Java. Можете получить ее в качестве JARN, можете исходный код, если вы хотите что-то поправить, и подключить ваш проект. Я буквально в качестве простого примера, если вас вызывают определенные трепет decision trees, которые там позволяют понять, кто выжил на Титанике или нет, то есть вот эти вот маленькие страшненькие диаграммы, как вам нравится извлекать фичи, то в принципе вот это для вас. Другой вопрос, что в реальности фич будет намного больше, чем вот это вот количество, там три классных фичи, они такие понятные, там пол, да, возраст, ну и не совсем понятная фича СИБСП, да, вот это вот количество родственников на борту. В реальности фичи, особенно если вы будете ковырять лог-файл, они будут другими, то есть это будет какое-нибудь количество заднелобилизованных символов там в польском языке в этих логах, почему они вылезли, ну то есть и еще хорошо, если такая фича будет. В этом плане я предлагаю всем стартовать, если вот вам по какой-то причине пока вот испугали decision trees, очень легко можно стартовать с KNN, можно его попробовать симплементировать, благо, что он настолько простой, как тапок. То есть суть алгоритма заключается в следующем. Мы можем определить, скажем так, ориентацию вот этого зеленого кружочка по его соседям. Например, если мы возьмем только трех соседей, то два красных треугольничка говорят, а ты красный треугольничек. Но если мы возьмем, например, пять соседей, то они ему скажут, что он все-таки синий квадратик и так далее. Вот это все очень легко имплементируется. И для Java программистов тут есть очень хороший вызов, потому что здесь еще нужно а, оптимизировать по параметру, по количеству соседей, а б, когда ты берешь на довольно большом массиве данных большое количество соседей, ну стандартная имплементация в каком-нибудь R или Python начинает очень сильно тормозить. И вот тут очень интересно это все переписать. Ну, кстати, да, что насчет R и Python? Почему я хейчу R и Python? Не, я могу на них что-то писать, но мне за это не платят нифига. Вот, 25% R-пэккеджей, она вообще написана в Java. Синтаксис очень классный, но вот если вы писали на R достаточно много, думаю, замечали, что вы нифига через месяц не можете вспомнить, что здесь происходит в этом коде. Вам нужно тысячу строчек документации, комментариев каких-то. Вот здесь я передаю вот это, вот это, вот это Java. Конечно, намного более читабельно. Но основной момент для хейтинга это нераспараллельные версии алгоритмов R. Python, конечно, намного более идол, и мы здесь на Java конференции можем понедлить его вместе, но у него очень низкий порог вхождения, и вы очень легко и часто будете сталкиваться тут и сегодня на конференции, и вчера тоже на Joker очень много говорили о говнокоде. То есть на Python вы будете получать очень много говнокода, data scientist, для которых главное заимплементировать их модель. И вам нужно знать Python, чтобы понимать, что они натворили, но еще больше вам нужно и лучше знать, например, самые простые модели, чтобы в крайнем случае не разбираться в том, что они сделали, а прямо с их слов некоторые вещи имплементировать. Для Петербурга и в принципе для соседних российских городов, типа Москвы и может быть Нижнего Новгорода или Казани, характерная ситуация, когда команды работают так, есть какая-то команда data scientist, которые накидывают какие-то прототипы, есть команда, которая имплементирует реальную продакшн-систему. Если вы запретесь в своей скорлупе и не будете пытаться понять, что там у data scientist происходит, ваша система будет очень долго выходить в продакшн. Никогда, скорее всего. Но, конечно, мир намного более жесток. В нем есть AngularJS, NodeJS, MongoDB и прочее. И вообще JavaScript он везде. Это серьезная проблема. Но вы знаете хоть одну JavaScript-овую библиотеку для машины лернинга? Я только для визуализации знаю. Если вы знаете какие-то получше, то хорошо. Сейчас будет такое, совсем такая хейтерская часть, когда не нужно становиться data scientist. Сейчас такой тест проведем. Вот такой типичный вопрос для data scientist. Вот вас должно будоражить от него. В смысле бизнес хочет, чтобы вас от него будоражило. То есть какие, например, у нас заемщики действительно рисковые? Те, кто работают в банках, их очень интересует этот вопрос. У них есть какой-то скоринг, то есть кредитная история человека. Причем не обязательно из этого банка. Они же там все между собой общаются, сливают друг к другу кусочки данных и так далее. Потом, например, те, кто работают в телекоммуникационной сфере, для них важна задача определения телефонных мошенничеств, потому что вы прекрасно понимаете, что через все эти наши мобильные счета любят и деньги безналичивать, и плюс есть всякие признаки людей, которые, блин, очень похоже себя ведут со ста разных симок. Эти вещи тоже стоит накрывать, чтобы потом компании не было претензий. Ну и вообще вещи, которые позволяют анализировать в том числе вот этот мгновенный темпоральный граф, который образуется, когда мы друг другу звоним. То есть представлять каждый звонок как ребро. Ну, если вам стало скучно, это первый звоночек, почему все так плохо. То есть если вы думали, что будет все как на Kaggle, где вы там какие-то классные сразу имеете данные, вот в жизни все не так происходит, причем даже не только у Java-программистов. Далее. Вот самое сейчас будет. Компаниям очень важно предсказывать их прибыль на следующий год. Вообще огромный шанс, что вот у них не будет никаких задач, вы работаете, например, в какую-нибудь просто Java-компанию, в которой нет специализации, но вам хочется. В принципе, спокойно можете идти к руководству и говорить, я очень заинтересован, чтобы предсказать вам прибыль на следующий год. Мне очень интересно. Вам же тоже. И если у них есть какие-то исторические данные, на которых это можно все делать, это ваш шанс потренироваться. При том, что хороших исследований здесь, кот наплакал, и вы, в принципе, можете всегда разворачиваться. Другой вопрос, насколько у вас хватит силы воли свободного времени довести до конца. Но это хороший способ потренироваться и, возможно, зародить вот это ядро экспертизы вашей компании, если вы единственный, кто там интересуется подобными вещами. Ну, если на самом деле менеджер спрашивает, тебе реально скучно? Ну, то есть у нас на проектах, у нас же есть классная Java там и так далее. Ну, вы должны тут очень четко отвечать. Да или нет. Ну, от этого зависит ваша карьера. Но на самом деле есть более лайтовый вопрос, который всем нравится и сразу все расслабляются. Например, рекомендация музыки для пользователей. Музыка, ее все слушают. Пользователи-то, живые люди, в конце концов, или в крайнем случае боты. Ну, другой вопрос, что социальных сетей у нас раз-два и обчелся, и все меньше и меньше, поэтому спешите запрыгнуть. Немножко поговорим о процессинге графов. Почему этот подход отличается? А он зародился довольно давно. Вообще у Google первая задача состояла для того, чтобы педжранку сайтиков считать. С этого почти все и началось. Но проблема именно алгоритма педжран была в том, что он итеративный. То есть мы за несколько итераций, вот эти, помните, были на вычислительных методах, эти нудные алгоритмы, которые все время должны сойтись, у них там невязка должна быть очень большая и так далее. Вот здесь очень похоже. Только вот граф у вас очень большой, в нем, например, биллионы вершин. Это проблема. Но вы знаете, что он сходится довольно быстро, но при этом итераций может быть 5, 100, 200. И если вы будете писать стандартные MapReduce джобы, не дай бог, с сохранением, каждый раз на диск результат, а потом вы снова читаете весь граф, поднимаете, сохраняете. Google пытался продвинуться в этом направлении, и он же опубликовал статью про MapReduce. Но им же это быстро не понравилось. Я вообще, кстати, слышал на сайт, что с 2014 в Гугле нет больше MapReduce на продакшене. Ну то есть вот так вот, сами сделали. Нам очень интересная и веселая задача, которой могут заняться студенты. Если вы все еще студенты, прийдете к своему научному руководителю, скажите, я хочу узнать, какие мы в рейтинге и так далее. Возможно, он вам даст какой-нибудь API, который есть у него университета, или там какую-нибудь дырку в гейтовой. Сможете вытянуть эту информацию. Может, найдете в открытом доступе. Это то, чем вообще парятся все академики. Вы знаете, чтобы у них был индекс Хирши хороший, и вообще там меряются, у кого больше цитируемость, вот эти вот все вещи. Пока вы еще далеко от этого всего не ушли, довольно интересно заниматься тем, например, как связаны те или иные области в науке. По-тематически или еще как-то. Но вполне может быть и такая вещь, как вам нужно выделить какие-нибудь преступные комьюнити в вашем университете. Например, какие-нибудь любители рок-н-ролла и, не знаю, филологи. Ну, какие-нибудь такие комьюнити. Почему нам нужен специальный граф-подход? Еще во многом потому, что в стандартной MapReduce парадигме, вообще в любой парадигме вот этого параллельного фреймворка написанного на Java, мы берем некий датасет, мы раскладываем его по строчкам или слайсам и начинаем раздавать по нодам. Там дальше все как-то рассчитывается и дальше агрегируется спокойно. Но все мы помним граф и алгоритмы, он очень сложно режется на куски. Если кто-то пытался заимплементировать параллельную декстру, я думаю, вы сталкивались с некой сложностью, например, в парализации того же поиска в ширину или еще чего-нибудь такого. Ну, то есть немножко нужно поломать мозг, если это вообще можно назвать парализацией то, что получается. Другой вопрос, что когда мы режем граф, мы можем резать его совершенно иначе. Мы можем дублировать в каком-то смысле наши данные, и порой нам это действительно нужно. Но основное отличие в том, что во всех Graph Approach в фреймворках предлагается, давайте будем думать как вершинка, которая рассылает друг другу сообщения какого-то рода, и все эти вещи будут прокручатся все время в памяти, без каких-то промежуточных сохранений на диск. И таким образом за несколько итераций, в каждой итерации не все вершины будут обмениться сообщениями. Мы не перегрузим сеть. То есть примерно будет так выглядеть. Мы загрузили граф из какого-то input формата, прокрутили множество итераций, каждый раз синкаяся в какой-то synchronization barrier, и выгрузили потом наш результат. После того, как все итерации прокрутились в памяти. Сейчас будет время хороших советов. Их уже было вроде достаточно, но я еще попробую дать, насколько они могут быть хорошими. Есть такая вещь, я начал с нее доклад, что вот у нас есть NoSQL-система, это все классно. Реально ли мы нужны SQL учить или еще что? Вроде уже 2015 год, уже все давно устоялось. Можно ли? Нет вообще вариантов никаких. Вы вынуждены его учить, и вы должны будете и спокойно в это инвестируйте. Причем вполне себе можно инвестировать и в понимание того, как конкретно работают джойны в базах данных. Дело в том, что все базы данных, они постепенно унифицируются, идут друг к другу. Вот такой вот тренд наблюдается. Postgres начинает поддерживать. Там JSON-подобные форматы. MySQL, я уверен, скоро впилит себе коннектор к Монге, судя по вакансиям, которым они ищут людей. Ну и так далее, и так далее. Проблема в том, что даже от вот этих вот классных NoSQL баз все ждут все равно SQL подобного языка запросов. И ладно, если мы это закрыли спрингом и не думаем об этом, то от нашего кластера все равно все ждут SQL подобного языка запросов. Это проблема. Хотя SQL вообще-то изобретался как штука для бухгалтеров, в котором они будут писать запросы к базам данных. Это вот как бы юзер-интерфейс писать SQL. Мы же не хуже, чем бухгалтеры в 80-х. Старые девелоперы в нулевые, ну то есть как по сравнению с вами старые девелоперы, они в свое время очень много хейтили SQL, потому что у нас же есть там какой-нибудь Hibernate, у нас есть различные ARM-системы, можем не думать про SQL. Но как только у них база данных начала пухнуть от миллиона строк и дальше, пришлось вспомнить нативный старый добрый SQL, вспомнить, как его оптимизировать и так далее. Ну и для современных дейта-сайентистов, вообще big data-девелоперов SQL знать надо. И более того, скорее всего, вам какие-нибудь вещи придется имплементировать. И не дай боже, ну то есть вам придется разбираться в том, как тот или иной человек имплементировал на своем стеке свой как бы SQL-диалект. Ну и вот так получилось, что за последние пять лет все SQL-базы, вот типа там Cassandra, HBase, Monge и так далее, они попытались себе написать какой-то язык запросов, так или иначе, достаточно выразительный. Ну, похоже на SQL или иначе. Что по поводу данных? Если у вас есть проблема, как стартовать, то здесь очень просто. И буквально совсем коротко, это на тему советов. Очень соблазнительно стартовать с каких-нибудь твитов или с фейсбуковских юзеров, все через это проходят, но это не приносит вам никаких дивидендов в жизни, потому что вам почти наверняка не придется заниматься этими задачами. Намного полезнее вам заняться вот каким-нибудь конкурсом, где какой-нибудь банк выкладывает свои транзакции, ему нужно что-то скучное, неинтересное предсказать, но скучное только с нашей точки зрения. Банку это важно и сэкономит кучу денег. Если вы начинаете во всем этом участвовать, вполне себе у этого, казалось бы, банка может быть хорошая инфраструктура для конкурса и так далее. Это, конечно же, открытые данные, в том числе в Петербурге проводят всякие хакатоны по открытым данным. Конечно, данных там не очень много. Они совсем маленькие, и это не совсем топик сегодняшнего дня. Но будем верить, что наше правительство предоставит нам больше интересных возможностей, уже предоставляет. Они выкладывают данные в настолько разных форматах, что нужно учиться парсить все это, и меняют все время урлы. Это очень интересная и прекрасная задача, сканить интернет в поисках открытых данных. Не только российских, конечно же. Это медицина, и это то, что важно будет людям в ближайшие 20, 500, 600 лет, пока не забредут бессмертие. И это, конечно, те же телекоммуникации, потому что они переживают взрыв. Но проблема в все тех же дата-сорсах. Вы нашли данные, но они в каких-то форматах. У вас это могут быть, конечно же, реляционные базы данных. И, скорее всего, в 90% случаях это будет реляционка. Даже если вы переписываете бэкэнд на какой-нибудь NoSQL, изначально это будет реляционка. Это могут быть последовательные файлы с таймштампами. Если вы их не любили, то полюбите, причем каких угодно форматов. Это, конечно же, CSV и различные бинарные форматы. Это в последнее время, особенно горячо, это всякие тонны слитых имейлов, просто интернет-форматы разных интернет-документов и чего-то такого оформленного в каком-нибудь таком стиле, псевдо-XML. И, конечно же, это, когда вы будете работать в продакшене, в каких-то таких командах, у вас обязательно будет data scientist, который защитил PhD о том, что он изобрел свой собственный формат представления научных данных. Вам обязательно придется это парсить. Это реальность. Как же стартовать, когда вы еще не работаете, например, в компании у вас нет большого доступа к кластеру? Ну, я расскажу, как я сам это делал. В свое время очень пристально смотрел на Amazon, но Amazon давал очень мало кредитов на то, чтобы развернуть какой-то нормальный кластер. Я поэтому выбрал, например, гугловую платформу. Они давали много денег, но на очень короткий период. Но за два месяца, поверьте, вы сможете поиграться и понастраиваться и просто упиться всеми кластерами по самой неболусе. И там же вы, в принципе, можете увидеть очень похожие тулы, вот типа BigQuery, это аналог такого облачного хайфа, правда немножко на другом движке, по-моему, Dremel называется. Но это тоже, по сути, некоторый язык запросов, очень SQL-подобный, который позволяет к вашим абсолютно сырым данных, похожих на бакеты в S3 в Амазоне, делать запросы. Если они оформлены в некотором, ну, хоть какой-то формат у них есть, вы описываете этот формат, грузите данные и дальше работаете через SQL. Причем можно вполне себе сотни гигабайт, терабайты за ваши, казалось бы, студенческие стипендии, а то и бесплатно обрабатывать там. Ну, я постараюсь уже здесь завершиться. В общем, держите ваши данные вперед. Вы должны для себя сами выбирать вот эту вот самую небольшую точку, в которой нужно пойти в развилку. Хотите ли вы, как я уже сказал, остаться в мире ближе, скажем так, и дружить с девопсами или куда-то уйти в область математических материй. Но во всех ситуациях вам придется учить алгоритмы. Вам придется, если вы хотели их забыть после универа, нифига не получится. Если вы работаете на более нижнем уровне, вам придется вспоминать что-то общее, более компьютер-сайенс, алгоритмы сортировок и так далее. Если вы поднимаетесь на уровень выше, это более узкая сфера, все, что связано с machine learning, но все равно это математика, все равно это статистика и так далее. Поэтому держитесь в стороне, если вам это не нравится. Ну, в общем, если есть вопросы, спасибо. Вот мои контактные данные. Ладно, на этом слайде остановлюсь. Все, спасибо. 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 У нас еще есть несколько минут на вопросы, так что… Давайте. У нас уже нет времени на вопросы? У нас есть минуты три. Минуты три. Ну, может быть, у кого-то есть на минуты три какой-нибудь вопрос. Если нет, то пишите. Вот там, по-моему, вижу далеко… Успеешь за три минуты дойти? Спасибо. Как Hadoop позволяет в распознавании образов? Ну, помогает как Hadoop? Ну, или какие-то технологии смежные? Да, я понял. Как им применить? Да. Сам Hadoop, конечно, особо не помогает в распознавании образов, за исключением того, что во всяких файловых системах, в которых он обращается, можно хранить довольно большие блобы, например, с графической информацией. Он, скорее, вам предоставит структуру для управления. А непосредственно заниматься распознаванием изображений, скорее всего, вам понадобится какая-нибудь библиотечка, они вполне себе есть на Java, которые так или иначе относятся к дип-лернингу. Потому что сколько вы захотите уровней натренировать в вашей нейронной сети, это другой вопрос, но это, скорее всего, какие-то нейронные сети. И сам Hadoop нет, не поддерживает эту вещь. Но есть фреймворки, которые могут стоять на вершине, если вам нужно в реал-тайме процессить много изображений, например, какие-нибудь фотки, находить на них спам и так далее, все это вполне себе можно построить. Но сам Hadoop нет, он не помогает непосредственно.